Один из секретов того, что мы 10 лет вместе, это то, что Ты непорядочный, неграмотный Зачем это терпеть и жить с таким человеком? Не знаю, у меня тяжело с подарками В чем мы совпадаем, так это в том, что До этого были умные Ну, конечно, мы ругаемся, как и все Ты на меня обижалась Сказать какую-нибудь гадость и разойтись Я тоже придерживаюсь того же мне Всем привет! В преддверии Дня всех влюбленных мы решили затеять одну странную забаву И задать 10 глупых, странных вопросов Своему партнеру Как же будет построено это видео? Кто-то из нас будет задавать кому-то другому вопрос Тот другой будет отвечать После этого второй, который задавал тому другому вопрос Будет доотвечать, что он думает По тому вопросу, который задавал тому другому Он первый Так как в нашей паре вопросы придумывать умею только я Так что, надеюсь, вы в этой головоломке сейчас разберетесь А если вы не поняли, что я сейчас произнес Не переживайте Это была всего лишь отсылка к Усачеву И, возможно, в разных наших видео будут всякие фразы Или стилистически похожие конструкции Которые используют разные блогеры Известные или не очень известные Может быть, кого-то узнаете? Если узнали, то пишите, кого узнали в этот раз В этот раз ты уже сказал, кого надо узнать Ну, тогда в этот раз просто напишите Знаете Усачева или нет? Начнем с легких вопросов На проверку памяти Таких будет два, а потом уже будет поинтереснее Куда мы первый раз поехали в путешествие? А, в Турцию мы поехали А вот и нет А, в Петербург мы поехали Я знала, знала, что ты запрёшься Ну да, просто в Турцию мы вдвоём первый раз поехали А в Петербург вообще поехали первый раз Но не вдвоём А ещё с нами были два сопровождающих В общем, с Кристиними родителями поехали в Петербург Там у Кристины первый раз сломалась Тьфу-тьфу-тьфу Спина Что? Ну, после твоей поездки у тебя спина начала болеть А, потому что мы ездили туда на машине Не ездите в Петербург на машине А если поехали, то не спите на заднем сидении Да нет, сейчас дорога хорошая Я думаю, сейчас уже не заболела бы Ну, плюс в Турции у нас была заграничная поездка А путешествие вообще было, конечно, по России первый раз Ну, это было несложно Ну, проблема только в том, что ты не справился, а тогда несложно Второе, на проверку памяти Скольких странах мы были вместе и в какой больше всего раз? Ну, больше всего раз мы были вместе в Испании три раза И в Турции мы были... Не, ну так, чтобы по-нормальному, в Турции мы тоже были три раза Ну, мы проездом ещё были Ну, и больше всего раз Ну, короче, пять получается в Турции, как ни крути Блин, мы же в этом году как минимум два раза В общем, в Турции мы были больше всего раз Короче, пока что ты проигрываешь в моей игре Так удобно свои правила, а ты проигрываешь тоже Зачистили мы в Турцию в скольких странах У меня есть такое удобное положение Блин, вместе это прям тяжело будет сейчас так из головы посчитать И вот без него я вообще не могу сказать, где я и сколько раз была А он удобно показывает, что, например, в мире я была в 34 странах А в Европе в 31 странах Что мира я особо не видела, только Европа Ну зачем, это же память проверка Понятно, что ты с памятью не владеешь, поэтому тебе приложение может Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Германия, Франция, Италия, Испания, Голландию пропустили, Португалия, Черногория, Турция, Израиль, Кипр, Кипр, Мальта, Швейцария, Болгария Очень интересный вопрос Это еще считаю Белоруссию, которую мы с тобой А, Беларусь, точно Проезжали Ватикан Ну тогда Сан-Марина еще Ну все, все теперь А Швеция ты без меня была, да? Без меня, ну да А, еще Швеция вместе Это значит мы здесь за 10 лет столько всего успели объездить Да, и больше всего это было во время Калининграда Вот здорово, калининградцам живут там, путешествуют вообще без границ почти Точно, особенно сейчас Ладно, перейдем к вопросам, не граничащим с памятью, потому что это всегда сложно и скучно Кстати, мы еще здорово Абхазию не учли Где был твой самый запоминающийся день Святого Валентина? Здесь должен кузнечик такой иметь Бегать на твоей голове Самый запоминающийся, конечно же, это в Париже С ненастоящим макароном за 1 евро Что в Макдоналдсах у нас меньше, чем за евро Продается намного более настоящий А там в центре Парижа и ненастоящий Ну естественно, это был очевидный ответ Потому что это был единственный день Святого Валентина, который мы снимали на камеру А если ты снимаешь видео, то это неизбежно в твоей памяти останется навсегда Поэтому мы это и делаем Прогулка крутая была, там, конечно, все было прикольно Как ваши первые впечатления о Париже? Хорош Пожалуйста, не трогайте, мы расстудимся и все путешествие на смарку будет Пойдем Мы бегаем под дождем в Париже Что может быть романтичнее на День всех влюбленных? Так здорово, когда кто-то носит твою сумочку? Да, ты меня сейчас снимаешь, чтобы никто этого не видел У меня тут еще один вопрос, связанный с праздником Какой подарок ты бы хотел получить на День Святого Валентина? Ну или вообще какой-нибудь, типа, лучший подарок на этот праздник Если это вообще праздник для тебя Ладно Валентинка? Ну и вообще люди дарят Валентинке, если ты не помнишь Да, Валентинка, съедобная, съедобная Валентинка Ой, такие дела, когда-то тортики в форме сердечка Не знаю, у меня тяжело с подарками В этом плане мы схожи Ну, мне кажется, для меня очевидно, что лучший подарок это путешествие И когда ты его производишь в такой романтичный день, он просто... Ну, кстати, да, было бы прикольно так на уикенд куда-нибудь В какой-нибудь старый европейский город слетать Просто погулять там пару дней по городу Когда-то это было очень легко и возможно Ну, нам нужно оправдать название этого видео и задать все-таки глупый вопрос До этого были умные Выбирал ли ты партнера по знаку Зодиака? Да, несомненно Как ты это делал? Для меня было важно, чтобы у партнера был существующий знак Зодиака То есть, чтобы это не был какой-нибудь сиреневый слон, например Ну, нет, конечно, какие знаете Зодиака? Я в них еще не верю Может быть, не будет там лет 60, и я в них поверю когда-то Вообще-то, Руслан даже хотел создать канал про астрологию Я думала, тебе это важно Канал, да Я хотел там учить своих последователей тонкостям астрологии Но поскольку я с астрологией не знаком, то решил не создавать канал Просто мне кажется, один из секретов того, что мы так много, ну ладно, может немного, ну короче целые 10 лет вместе, это то, что у нас какие-то слишком хорошо совпадающие знаки Зодиака Я тоже придерживаюсь того же мнения Просто я не хочу брать на все ответственность, что я такая прям порядочная и грамотная, все знаю, как себя вести, всякое такое Опять, мне кажется, просто так звезды сложились, что мы идеально друг к другу подходим Ну смотри, если ты непорядочный, неграмотный, ну все хорошо, значит, кто порядочный и грамотный? Мне кажется, после того, как мы начали встречаться, я потом узнала, что на самом деле для Овна чуть ли не самый идеальный вариант это Водолей Думаю, ну нихрена себе совпало А для Водолея кто? Еще такой вопросик с прошлого Ты сейчас, и ты 10 лет назад один и тот же человек? Очень романтичный вопрос, не правда? Ну, внешне Внешне в плане для того, что может показаться другим людям, возможно, нет А ты разрешаешь ставить сюда фотографию тебе? Ладно, 11 лет назад Но я внутренне, как я себя чувствую, наверное Ну, наверное, один и тот же, да, более-менее Серьезно? Ну, нет такого, что я однажды встал, и я другой человек А, ну такого не бывает, наверное, если только никакой событий Если такого не было, значит, ты человек тот же самый Как я нахожу ответ на такие вопросы? У меня есть одно из guilty pleasure Перечитывать старые переписки Частенько это делаю, потому что Если ты плохо знаешь свое прошлое, ты плохо будешь знать свое будущее И, видимо, чтобы знать свое будущее, чтобы знать, кто я сейчас Мне важно помнить, кто я была в прошлом И когда я читаю вот эти старые переписки, мне часто не верится, что я, например, так отвечала Ну и вообще интересно, как будто смотришь фильм про себя в прошлом Но все-таки, более-менее, мне кажется, я один и тот же человек А вот когда я читаю переписку с Русланом, там, кажется, сидел по другую сторону Но чатика совершенно другой Поэтому из дода просто Отчасти, может быть Но дело в том, что одни и те же объекты, погруженные в разный контекст Они и проявляют себя немного по-разному Поэтому изменяется наш контекст И, соответственно, как бы изменяемся и мы При этом сами мы можем и не изменяться Сколько раз за 10 лет мы ругались и почему? Ну, наверное, немного Можно сказать, что, в общем-то, и не ругались А что такое ругаться? Единственное, это ты на меня обижалась, наверное А так, чтобы ругаться, не ругались Помните, я говорила про знаки зодиака? На самом деле, почему я решила добавить этот вопрос? Потому что каждый раз, когда я открываю какое-нибудь видео про отношения Не знаю, почему-то мне нравится такие смотреть Там каждый считает необходимым сказать фразу Ну, конечно, мы ругаемся, как и все Нет таких людей, которые не ругаются С вами, значит, что-то не так? Я каждый раз слушаю, думаю, что-то честно Почему это говорят? Кто тогда я? Почему я сейчас ругаюсь? Что со мной не так? Ну, просто взрослым людям Разделяющим либеральные ценности Ставящие во главу угла гуманизм Ругаться, в общем-то, не о чем Мир во всем мире Нет, давайте так Чтобы ругаться, это значит нужно Прямо обижаться, не общаться Не знаю, разрывать отношения То есть это нужно быть настолько несогласным с человеком Считать необходимым его переубедить При этом не имея аргументов Чтобы с помощью эмоций Решить свою, не общую, а именно свою какую-то проблему С помощью ругания ты пытаешься продавить человека На ненужное ему решение А на решение, нужное тебе А если ты именно ругаешься, то аргументов у тебя нету Либо ты настолько неумен, что не можешь донести именно аргументы Либо очень эмоционален Либо очень эмоционален Абсолютно изуматься Ну да, это такая тема ожиданий Типа ты такой ожидал, что человек так-то поступит Он делает как-то по-своему И у тебя образы не состыковываются И тебе из-за этого плохо Ну опять же, на это, например, можно даже в худшем раскладе просто обидеться Что-то еще нужно, чтобы ругаться Мне кажется, я вообще с течением времени приобрела такой навык Что если что-то не получается, мозг такой быстренько так Нужно искать другой вариант Не нужно зацикливаться, расстраиваться Это ни к чему не приведет Твоя любимая книга про отношения? Евангелие Я другие книги про отношения не читал Как это я тебе скучала? Все книги в нашей семье читаю А, ну ладно, из этих Пять языков любви У тебя прям такой ответ, как будто к нему готовился Мне кажется, хорошая книга про то, как понимать, что человек хочет тебе сказать теми или иными жестами Понять, каким образом лучше проявить любовь по отношению к конкретному человеку По сути, там даже книгу-то не надо читать Просто вот как-то вот эти поинты прочитали где-нибудь И такое, вау, уяснить что-то Ну это как американские книги Там есть очень полезная информация На всю книгу ее там страниц на пять максимум А делают полноценную книгу страниц на двести Чтобы продать побольше листов Мне благодаря этой книге мы выяснили, что в чем мы совпадаем Так это в том, что нам обоим совсем не важно язык подарка В общем, он для нас с обоих на последнем месте Ну прикол в том, что тут не обязательно, чтобы мы разговаривали на одном языке любви А просто, чтобы знать язык друг друга Чтобы понимать, как делать так, чтобы другой человек думал, что тебя любит Ну еще мне чем-то понравилось Мужчина с Марса, женщина с Венера Что мужчину надо иногда оставить в покое, не теребить его А женщине нужно не предлагать решение проблемы А посидеть рядом, посокрушаться вместе Ну по сути тоже это единственные два предложения Ну опять там два тезиса на всю книгу Вот этот вопрос я где-то позаимствовала из какого-то перечня Знаете, есть в интернете очень много разных вопросов, чтобы влюбиться Мы даже, кстати, пробовали такие друг друга задавать Ну что-то они слишком сложные, они уснули все про детство Такие прям глубоко копать нужно Ну этот я взяла не из этого Короче, это я не знаю, откуда Если бы можно было провести год жизни в любом месте мира, то где бы это было? Только год или год и больше? Год и один день Ровно год, то есть не больше, не меньше, вот прям год Ну тебе просто где ты хочешь провести год, там вероятно ты хочешь провести и 5 лет, и возможно и 10 Не знаю, я вот люблю мыслить годами Например, слово переезд навсегда меня пугает, а переезд на год как-то наоборот Было бы интересно почувствовать себя жителем какого-то не очень большого острова, при этом хорошо цивилизованного Нет, не хотелось бы Такие рамки я не понимаю Своим программистским Отвечай ты Блин, а мне наоборот слишком много где Я бы хотела в Австралии пожить То есть я не уверена, что я хотела бы, например, уехать туда навсегда Опять-таки это слово Потому что это слишком далеко от родных, от привычной культуры Ну блин, пожить там год, поизучать разные города, увидеть всех этих животных Явно за неделю невозможно, допустим, сделать Даже за месяц Наверное, в Америке было бы неплохо пожить В общем, в каких-то таких далеких местах, где я никогда не была, но очень бы хотела Я бы хотела пожить год, а не неделю Ну да, с Австралией бы я бы согласился А с Америкой не стал бы ставить себе ограничения в год Там побольше, да, хотел бы? Ну, верно Очень интересный вопрос был Да, наконец-то девятый, хоть интересный В общем, да, был девятый Десятый у меня что-то не получилось придумать Я подумала, что либо его сейчас придумает вам Руслан Либо, может быть, у вас сложился какой-нибудь вопрос к нам После всего, что мы сказали И вы напишите его в комментариях И мы ответим на каждый А у меня был такой вопрос У Кристины тоже она не стала включать Ты что, мои заметки разглядывала? А что тебя больше всего бесит во мне? А зачем? Вот я просто Почему я думала об этом вопросе, но не включила Думаю, это как-то к последнему вопросу Сказать какую-нибудь гадость и разойтись Ну, шутка, какая гадость? Если что-то бесит по-крупному То зачем это терпеть и жить с таким человеком? А если это мелочи, то как бы какая разница? Ну ладно, ну какая мелочь вот эта вот незначительность? Вдруг есть во мне? А зачем тебе? Ладно, вот такое наше видео Откровенное, все как есть Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии Пока! Я просто не хочу говорить, чтобы потом не слышать гадость о себе Мне кажется, если мне что-то не нравится Я стараюсь отстать Какие-то и в себе разные Скрытые Понятно, но если я говорю, а меня не слушают Спасибо!